Более 400 тысяч человек приняли участие в субботнике на Брещене. Проведению инициативы в 2018-м благоволила даже погода. Но эффективным и плодотворным день сделали люди. Уборка, наведение порядка на земле, озеленение, строительная и монтажная работа, список дел, которые оказались по плечу участникам субботника, традиционно широк. За высокоидейными целями стоят и конкретно экономические интересы. Удалось заработать порядка 977 тысяч белорусских рублей. Есть постановление Совета Министров, где прописано 50% будет направлено в город Минск на оснащение тоже городской скорой помощи, это к вторым олимпийским европейским играм. Значит, она строится и оснащается. Но остальные будут направлены 50% у нас в области. Это вот на благоустройство, как я говорил, памятников, мест захоронений, на благоустройство кое-где. Ну и основная часть этих средств, она будет направлена на ремонт и благоустройство детских оздоровительных лагерей. Жители Бреста и области трудились на важных социальных объектах, территориях рядом с организациями и предприятиями, во дворах жилых домов. Включились в работу и представители администрации районов Бреста. Ленинцы убирали мусор по жухлую листву и сухостой на Лысой горе, микрорайон Дубровка. Брестские москвичи трудились на набережной, от улицы Краснознаменной до центра юных моряков. По словам участников, такие мероприятия, помимо практической пользы, еще и лакмусовая бумажка для определения уровня культуры и воспитанности горожан. Сегодня, в принципе, это такой апогей всей этой акции, благоустройства. У нас по району достаточно много точек, но скажу так, что и жилищные кооперативы, и гаражные массивы задействованы, люди там работают. Что касается, допустим, сегодняшнего дня, то скажу, что часть работников администрации работает вот здесь, в этой Дубраве, на Дубровке возле леса. Мы здесь, в общем-то, довольно часто убираем, потому что, скажу так, территория стала немножко лучше, но еще достаточно много мест, где нужно просто набросто убирать мусор, чтобы и окраины нашего района, нашего города выглядели чистыми. Прошедший субботник – не единичная акция. Мероприятия по наведению порядка стартовали в середине марта. Именно тогда в Бресте был объявлен месячник по благоустройству. Продолжится и впредь. Работу, к примеру, ведет жест номер один. Его специалисты активно взялись за снос самовольных построек. В центре города такой недвижимости не место, тем более она, как правило, не используется и несет в себе аварийную и пожарную опасность. Было решено навести порядок на территории Комсомольская 26-28. Было много обращений жильцов, чтобы убрать эти ветхие строения. Сейчас своими силами мы здесь наведем более-менее порядок. На территории, закрепленной за первым жестом, таких построек немало. И, по словам специалистов, работа по их сносу будет продолжена и после окончания месячника благоустройства.